Процесс над супрацовниками и службовыми особами мясокомбината распачался 20 дней тому и уже прошло нескольких судебных посяжений. Улику обвинуваченных 29 человек. По меркованиях следствия усеяны дотычные до крадежу мясной продукции, которая на протягу 5-ти годов вывозилась с мясокомбината тоннами. У крадежей мясной продукции была замешана маля вся вертикаль службовой улады. Сярод керавников – генеральный директор комбината, головный инженер, начальник цеха первичной перепрацовки, начальник каубасного цеха, керавник холодильника и заведующая столовая. С 2004 по 2009 яны створили на предприемстве организованную группу. У яйца выходили як простая рабочая, так и ахова. Кожный играл свою ролью и кожный отрымливал за гэта гроши. На приканцы 2009-го предприемства пропиталася коррупция як добра промарнованный шашлык. Комбинат понес страты на сумму свыше 350 миллионов рублей. Их это только официйно. Следство свержае, местные выробы шли налево шляхом темных схем и подлогом документов. Треба подкреслить, что справа мая державный помер. На лаве подсудженных так само опынулися и представники органов улады. Подаденных средствах частка продукции комбината передавалася правооховникам. Кабьяны забеспечивали беспирошкодный процесс крадежу. Судебный процесс на этом не завершенный, как свержают специалисты. Не завершится и до наступного года. Довольно великий объем криминальных справ и вельми мощное суппродстояние адвокатов и держа обвиновалцев. Коли справа завершится на корысти опошних, то усим суппродсовникам мясокомбината непозбежно погрожая поспавлению воли. Александр Гамуля, Игорь Марышенко, телерабо компания «Гомель».